Друзья, всем привет! Если помните, перед Новым годом работал на обводном канале и показывал вам вдалеке дом в лесах, говорил, что там делал стяжку летом. Вот, пришлось в Румсен на данную квартиру. Дело в том, что, я думаю, здесь уже все давно закончено, но оказывается, все еще идет, уже по второму разу переделывают там гипсокартоновые короба. Очередная бригада, которая пришла, в том числе, хотят здесь клеить плитку и, значит, две претензии к моей стяжке. Первое, то, что большие перепады, сказали, где-то в районе 4-5 мм. И второе, что есть трещинки. Когда я приехал, начали промерять, этих адских перепадов не нашли. Нашли только в районе 2-3 мм, что в целом допустимо. Хотя 4-5 тоже допустимо, но ладно. Вот, и по трещинкам. То есть, как обычно, стяжка полностью высыхает, абсолютно всегда появляются вот такие трещины. Вот они. Давайте здесь покажу, у нас эту под получше. Вот такие. Вот видите трещины? Вот. В общем, такие трещинки есть. То есть, там без сдвига, ну просто поверхностная трещина. Вот. Заказчик, конечно, запихивали туда проволочку и зашла она на целых сантиметр или два. Так и есть. Поверхственная трещинка, она на той поверхностной. То есть, стяжку на 6 сантиметров, сверху там сантиметр-два может быть трещинка. Ну, в общем, как бы все клеят плитку прямо поверх этих трещин. И я у себя тоже в квартире, тоже у меня есть трещинки. Буду клеить, всю квартиру заклеивать и забью на эти трещинки. Но здесь вот мастера костюми легли, сказали, что если есть трещинки, на плиточные работы гарантии не дадут. Вот я, чтобы не конфликтовать, и время есть, проще приехал и все. Расшил, как попросили. Давайте покажу, как получилось. То есть, расшил основательно. То есть, перфоратор раздолбил все по трещинкам, вот какие у нас были. Сделал такие канавы большие. Загрунтовал. И потом прошел все ремсоставом. Местами ремсостав всосался довольно сильно. Поэтому сейчас вот второй заход поверх первого слоя еще раз прошелся, чтобы там, не дай бог, ямочек никаких не было. А то миллиметрик всосется, плиточка перекосится, лопнет вдребезги пополам, керамогранит. Сами знаете, времена какие, все ломается. Конечно же, всему виной будет именно трещинка и ямочка. Вот. Вот такие мелкие работы в перерыве. Хорошо на другом объекте сантехники. Немножко залажали, слишком долго делают. Работаю недалеко, я думаю, пока время есть, примчусь. То есть, сделал пока зону ванны с кухней. А коридор, сейчас здесь шурумбурум разберется. И потом приеду. Ну, если в том времени бригада не поменяется, кто будет здесь работать. Просто до этого, которые ребята работали, то есть прошло уже полгода, до этого, которые работали, и все устраивало. Все нормально, но что-то у них не срослось с заказчиками. Ушли, пришла новая бригада, сломала все, что делала предыдущая, сказали, все неправильно. И заново делают. А, друзья, ну и, конечно, для тех, кто захочет заняться такой порнографией, вдруг время свободное есть. Так сказать, для души можете этим заняться, расшивкой трещин. Что понадобится? Ну, понятно, перфоратор, все это раздалбливаем. Желательно пылесос. Пылесосим, потом берем грунт. Кстати, вот такой сейчас грунт Петровича продается. Общество неплохой. Я его к себе на квартиру брал. Несколько 20-литровых канистр. Вот, и сюда тоже взял. Нормальный. Похож по качеству на церезит, но подешевле чуть-чуть. Вот, и ремсостав. Ну, обычно наш классический ремсостав от Крепса. Все, бодяжим его в ведерочке подожидкового состояния, наносим шпателем, и потом все это дело подравниваем правилом и большим шпателем. Так что, друзья, развлекайтесь. Может, на пенсии кому-то делать нечего. И еще, наверное, небольшое послесловие я решил сказать. Ну, во-первых, еще раз отвечу на вопрос. Вы меня спросите, и что, ничего не делал с трещинами? Друзья, с трещинами ничего не нужно делать. Они поверхностные. Это не какой-то там глобальный тектонический разлом, зона спрейдинга, где одна литосферная плита подходит под другую, и у вас образуются там горы и впадины морянские. Нет, тут просто поверхностная трещинка. Все, она уже лопнула. Дальше она не пойдет в глубину, а не уходит. Вскрытие показало, что там всего полтора сантиметра максимум глубина этой трещинки. Поэтому, если вы клеите плитку, не бойтесь, клеите. Сто раз уже... Ну, был я на объектах, где по моей стяжке поклеили плитку там и 3, и 4 года назад, и люди живут, и вообще никаких трещин, никаких там чего-то такого, связанных с трещинами, нет. Если у вас не плитка, а любое наполненное покрытие, то вы будете делать финиш, наливной пол. Ну, это надо делать по-хорошему. Либо подложка толстая, но это не считается. Наливной пол, он затекает во все трещинки. Ну, делайте его... Ну, кто заливает, знает, надо чуть-чуть более жидким делать. Просто пропылесосить все эти трещины перед заливкой, и там затечет вам все, что нужно. Если вам какие-то пустотки, не дай бог, в этой трещинке, ну, там заполнят лишние 5 граммов вашего равнителя. Все, и будет у вас все четко, красиво, и никаких трещин забудете о них навсегда. Собственно, это все по трещинам. Теперь, что меня... Почему я вдруг решил что-то дозаписать. В целом, общался с этими ребятами, которые там работают. Ну, нормальные все, обычные люди. И вот сейчас закончил работу, созвонился, пообщались, и что-то начали обсуждать. И тут человек, он прораб, и говорит... А, такая фраза была, там, не важен контекст. Типа, а, ну да, это же Сталинка. И тут у меня прям... Товарищ, ну как так? Просто дело в том, что я... Это видео спонтанное. Я записываю другие видео сейчас, там, проекты. На других объектах. И в том числе работаю в Сталинке. И как раз у меня родилась идея, потому что очень много вопросов по перекрытиям там... Ладно, не буду углубляться. В общем, про Сталинки захотелось снять, рассказать вам. Я там как раз в этих видео, которые записываю, рассказываю о том, что очень часто люди заблуждаются, и доходные дома называют Сталинками. Я в этом обвиняю, там, знаю, риэлторов, там, каких-то, там, продавцов, там, менеджеров, журналистов, блогеров. Ну, то есть, те, кто руками не работает и ничего не знает. Ну, когда люди-ремонтики сами, в доходном... Дореволюционный фонд не отличают от Сталинки, это печально. Вот. Но это будут другие видео. Подробности про это. Вот. Ну, и еще, раз уж это видео выходит вперед, я про это в другом видео хотел сказать, но оно будет, там, через недельку, наверное. Завел я себе, наконец-то, канал на Бусти. Кто не знает, это платные подписки. Вот. Для чего я завел, пока не знаю. Там ничего нет. Ссылочка в описании будет. На самом деле, есть идея, что это, может быть, какие-то более проработанные ролики делать. Ну, небольшая монетизация. Ну, и больше, на самом деле, для того, что многие люди других городов чаще всего звонят, консультируются, там, читают фотографии, мы обсуждаем, помогаю кому-то. И многие, ну, прямо говорят, да, Дмитрий, как вас отблагодарить? Вот. Я говорю, сумму говорить мне как-то неловко. Говорить донейшн, ну, тоже как-то не прикольно. А вот будет подписка. Поэтому, кто чувствует желание, жажду, потребности, как-то отблагодарить, ну, можете вот подписаться на месяцок, там, минимальная подписка будет 200 рублей в месяц. Вот, можно подписаться, можно на два месяца, на три, можно на один раз и два раза отписаться. В общем, такая история. Ну, это чуть позже буду прорабатывать. На самом деле, сейчас еще просто канал есть, но там нашу фотографию свою не загрузил, по-моему, еще. Все, друзья, на этом все. До встречи в старом фонде. Пока. Продолжение следует...